Знакомьтесь, это голый землекоп. Такая немного саблезубая сосиська, зато с очень богатым внутренним миром. Впервые голый землекоп был обнаружен еще в 19 столетии немецким естествоиспытателем Руппелем. Он принял его за больную мышь, лишившуюся шерсти из-за недуга. Голые землекопы живут в ужасном месте. Они живут в Сомали, что уже само по себе немало. Более того, они живут в Сомали, в пустыне под землей. И вот чтобы как-то выживать в таких условиях, где мало пищи, много хищников, полно солнечной радиации, даже пиратов, голым землекопам пришлось стать эусоциальными. Приставка эу обозначает истинное или настоящее. То есть голые землекопы как истинно социальные существа не живут и не выживают по отдельности. Вместо этого они строят колонии наподобие муравейника. Во главе стоит королева-мать, которая постоянно плодится. Ее обслуживают землекопы-рабочие, которые от собственного размножения отказались. Их всех охраняют землекопы-солдаты, готовые пожертвовать в любой момент своей жизнью ради колонии в целом. Для млекопитающих, а землекопы-то вообще грызун, такое поведение не характерно и интересно уже само по себе. Но есть и гораздо более интересная деталь. Дело в том, что при таком устройстве общества у землекопов отключилось старение. И эта лысая крыса из Африки одно из немногих животных, которое с возрастом не меняется. И именно поэтому к землекопам сейчас приковано столько внимания. Где-то в Сомали, под землей, возможно, кроется секрет нашей с вами вечной молодости. Меня зовут Егор, я кандидат биологических наук, научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики. Ну и вдобавок еще немного популяризатор науки. И сегодня я предлагаю вам разобраться с феноменом старения и тем, что ученые делают и кого изучают, чтобы это самое старение победить. Субтитры создавал DimaTorzok Старение тема благодарная, потому что рано или поздно коснется всех без исключения каждого. Поэтому если вам сейчас неинтересно, ну так увидимся лет через 40. Старение как термин на интуитивном уровне понятно всем, но четкого определения, что именно это такое, у нас нет до сих пор. Нам неизвестны механизмы и причины старения. Нам неизвестны одинаковые они у разных видов. Мы даже не знаем, стареют ли все или есть какие-то исключения. Мы привыкли, что все смертно, все рождается, проходит какой-то цикл и умирает. Именно поэтому старение как проблема сама по себе до последнего времени практически не рассматривалась. Это логично, потому что на протяжении большей части времени существования человечества люди массово умирали от голода, холода, неизвестных болезн и войн. И дожить до старости само по себе уже считалось успехом. И вот только теперь, в сравнительно сытом и безопасном веке, наконец-то старение становится во главе угла. Как-то так неприятно сложилось, что геронтологией ученые идут заниматься ближе к концу своей карьеры. А вот молодые и энергичные этой темой увлекаются не очень. В итоге так сложилось, что про самую главную причину смерти всего мы знаем непозволительно мало. Казалось бы, процесс, который затрагивает всех без исключения жителей планеты, а толком не изучен. Даже сам термин геронтология Мечников ввел всего лишь 100 лет тому назад. Ну что ж, работаем с тем, что имеем. Мы все, понятное дело, жить любим и умирать не хотим. Но для природы в целом очень важно было придумать что-то такое, что заставляло бы живые организмы как можно быстрее размножаться и желательно сразу после этого оставлять для потомства свободное пространство. Ну то есть умирать. Именно поэтому проблему старения лучше всего рассматривать сразу вместе с вопросами размножения. Если мы представим себе некого абстрактного многоклеточного, допустим, в нашей фантазии он будет выглядеть тоже как крыса для простоты, и что он свободно размножается, не эосоциально, но при этом, как и голый землекоп, не стареет. У такого организма никогда не закрепится желание размножаться. Ведь зачем ему плодить свои бессмертные копии, если они останутся с ним на одной территории, будут конкурировать за те же самые ресурсы и друг другу спокойно жить не давать. Бессмертные, но размножающиеся организмы нестабильны как вид. Им будет не хватать ресурсов, им придется меньше плодиться. И если в таком сообществе однажды появится все-таки кто стареет, то он и его стареющие потомки быстро вытеснят всех условно-бессмертных. Благодаря частой смене поколений такие организмы будут быстрее меняться, накапливать полезные мутации, приспосабливаться к новым условиям среды и как следствие захватывать все новые территории. Ценность каждой особи и расход ресурсов на нее будут невелики. Ну потому что живут они недолго, всего лишь быстро выполняя свою главную задачу. Размножение, смешивание генов, получение новых форм. И практически молниеносно сразу после этого в масштабах планеты они еще и будут исчезать, не составляя конкуренцию своим детям. Старение очень выгодно биологическому виду с точки зрения эволюции, поэтому неудивительно само по себе. Но вот какие у этой теории есть проблемы. Во-первых, большинство животных до старости банально не наживает. Ну допустим, бессмертный медведь и составил бы действительно конкуренцию своим потомкам. А вот заяц в любом случае заканчивает жизнь молодым в пасти хищника. У него-то программа старения тогда откуда возьмется. Во-вторых, если старение это эволюционная программа, то она должна быть записана генетически. И как и все абсолютно в наших генах, она должна была бы периодически ломаться. Точно так же, как рождаются иногда альбиносы, у которых сломан ген пигмента, должны были бы иногда рождаться и те, у кого сломан ген старения. Периодически должны были бы появляться бессмертные особи. Ну не среди людей, так хотя бы среди животных. Но мы этого ни разу не наблюдали. По-видимому, со старением все сложнее. Теперь давайте разберемся с тем, как старение вообще можно измерять и определять. Тут много вариантов и есть над чем поспорить. Но самое простое, емкое и популярное определение – старение. Это увеличение вероятности умереть со временем. Это так называемый закон смертности Гомперца. Когда организм только формируется, есть небольшой подъем внутриутробной и ранней младенческой смертности. Но если вы родились, прожили хотя бы парочку дней, то о вас заботятся. Вас кормят и вероятность смерти тут достаточно низкая. А вот дальше, день ото дня, эта вероятность только возрастает. Неприятная новость, но у каждого из нас вероятность умереть сегодня чуть-чуть выше, чем была вчера. И рано или поздно это нас доконает. Механизм этого в том, что люди с возрастом слабеют, ухудшаются работы органов и всех систем. И в какой-то момент это приведет к смерти не от старости как таковой, а от какого-то заболевания, с которым просто ослабленный организм уже не в состоянии справиться. И вот тут как раз и примечателен голый землекоп. Если у взрослого человека вероятность смерти удваивается каждые 8 лет, то смертность землекопа с возрастом не возрастает. Понятное дело, что он не бессмертен. Шанс, что его свалит хищник или болезнь, достаточно высок, и рано или поздно это все до него доберется. Но эта вероятность не увеличивается со временем. Вот он как родился с одним процентом вероятности гибели, так всю жизнь с ним и бегает. Он просыпается, говорит себе сегодня я умру с той же вероятностью, что и вчера, и идет молча на работу. Физиологически он тоже не меняется. И мы не можем отличить землекопа годовалого от 10-летнего или 20-летнего. Они все одинаково бодры и активны. Правда, все еще одинаково морщинистые. Но это не от возраста. С морщинами они рождаются все-таки сразу. Почему же на голову землекопа не работает закон смертности? Один из ответов на этот вопрос кроется в способности землекопа защищаться от изменений. Эти животные лишь изредка покидают свои душные и тесные катакомбы. В итоге всю жизнь испытывают хронический дефицит кислорода и огромный избытк аммиака и углекислого газа. Именно поэтому у землекопа и закрепились признаки, способствующие долгой здоровой жизни где-то в условиях не очень комфортабельных. А именно, сниженный обмен веществ, устойчивость к стрессу, к раку и нейродегенерации. Поэтому одной из первых и наиболее, на мой взгляд, логичных теорий старения является накопление повреждений. Действительно, мы же наглядно видим, что продолжительность жизни разная у представителей одного вида. Более того, она разная даже у генетически идентичных близнецов. И понятно также, что домашние животные, которые в тепле и уюте, живут подольше, чем их дикие сородичи. И в контролируемых экспериментах это тоже уже много раз показывали. Если вы стрессируете организм, если вы понижаете ему температуру, не даете полноценного питания или подкидываете мутагены, то проживет он меньше, чем мог бы. И в случае с людьми мы все, ну или почти все эти факторы тоже знаем. Например, ультрафиолет разрушает коллаген кожи, в итоге кожа быстрее старится. Тяжелый физический труд изнашивает суставы, тяжелые металлы повреждают ДНК. Сегодня мы говорим про старение. И как и любой другой биологический процесс, старение подвешено очень жестко к нашему ДНК и его работе, к генетике. И чтобы подробно разобраться в вопросах генетики, я сделал курс специально для платформы LevelOne. Курс состоит из шести двухчасовых лекций, в рамках которых мы последовательно разберем с тем, как ДНК устроено, как оно повреждается и за счет чего чинится, что такое генетические болезни, как они передаются, и как их можно предугадать и контролировать. Наконец, самое важное, узнаем, где же ДНК-анализ касается нас с вами буквально каждый день. В течение всего курса мы с вами поддерживаем общение в чате, где можете задать любой интересующий вас вопрос мне напрямую, решать наши творческие задания и в целом делиться своими успехами с другими слушателями. Лекции проходят онлайн, но вживую. Можно смотреть их каждую неделю в те моменты, когда я их читаю. А можно в записи за один день. Иными словами, смотрите, как вам удобно. Все записи остаются с вами навсегда. Поэтому присоединяйтесь к нам. Либо по QR-коду на экране, либо по ссылке под этим роликом. А по промокоду GENETICSTUBE вам доступна еще и скидка в 20%. Чем не повод заняться генетикой? Ну а мы давайте вернемся к старению. Вся наша деятельность, если так разобрать, связана с износом организма. Даже такая базовая вещь, как дыхание, приводит к выработке активных форм кислорода, так называемых свободных радикалов, которые могут повреждать и ДНК, и белки, и даже клеточные мембраны нашего организма. Это в целом нормально. Надо сказать, что в клетках все время рвется и ломается что-нибудь. От них только разрывов ДНК происходит примерно 55 тысяч на каждую отдельно взятую клетку в день. И ничего страшного, есть целый ворох механизмов, которые эти поломки находят, чинят, зашивают, и организм живет дальше. Ну а рано или поздно эти случайные поломки добираются до чего-то действительно важного. Например, ломают саму систему починки, и заканчивается это, как правило, онкологией. Как выглядит человек, который родился с уже сломанными системами починки, мы, к сожалению, тоже уже знаем. Это так называемый синдром Вернера или прогерея, или, как его еще иногда называют, синдром Бенджамина Баттона. То есть ускоренное старение всего организма. Отсутствие всего одного ремонтного белка приводит к тому, что организм сразу после рождения начинает накапливать повреждения. И у маленьких, только что родившихся детей, начинают развиваться старческие болезни. Атрофия кожи и мышц, морщины, седина, помутнение хрусталика и атеросклероз. Средняя продолжительность жизни людей с этим недугом составляет всего 13 лет. Причем смерть наступает от одной из тех причин, которая обычно убивает лет 80. И вот тут-то как раз и примечателен голый землекоп. Устойчивость к раку у голых землекопов просто феноменальная. Прежде всего, механизм контактного торможения деления. Этот механизм ключевой антираковой защиты, который занимается тем, что не дает клеткам делиться при достижении их определенной плотности. У нас этот механизм тоже есть, но он одноуровневый и часто ломается. А у землекопа двухуровневый и крайне надежный. И даже если он не сработает, то раковые клетки землекопа все равно, как правило, перестают делиться, проявляя все признаки клеточного кризиса. Дефекты хроматина, многоядерность, неполные деления и так далее. Вдобавок к вышесказанному, к противораковой защите землекопа может иметь отношение и его экстремально высокомолекулярная гиалуроновая кислота. Гиалуроны человека и землекопа из-за своей разной молекулярной массы оказывают противоположное воздействие на организм. Мелкие гиалуроны человека стимулируют процессы воспаления и клеточного деления. В это время крупные гиалуроны голого землекопа препятствуют воспалению и клеточному делению, при этом защищая организм от развития онкологии. Эта же гиалуроновая кислота объясняет и неимоверную устойчивость голого землекопа к активным формам кислорода, тем самым свободным радикалам. Высокий общий уровень окислительных повреждений белков, ДНК и липидов не нарушает их функции и не увеличивается с возрастом, в отличие от нас. Так значит вот оно наше старение. Накопление поломок и в конце концов поломка ремонтных систем. А если таких систем много и они надежные, как у землекопа, то здравствуй вечная молодость. Но нет. И тут не все так однозначно. Посмотрите, например, на этот график продолжительности жизни мышей. Если старение объясняется поломками, то это значит, что в защищенной, суперблагоприятной среде организмы должны жить дольше. Но почему-то это работает только со средней продолжительностью жизни. А вот максимально возможная длина существования равная во всех условиях. Видно, что даже в благоприятных условиях есть некий предел. И что бы мы ни делали, мыши доживают до определенного возраста и дальше словно бы какой-то рубильник их выключает. То же самое и для людей. Мы боремся за увеличение средней продолжительности жизни, и за последние столетия она действительно возросла. А вот максимальная продолжительность жизни людей не меняется. Тут надо оговориться, что многие сейчас ошибочно считают, что в древности люди жили лет до 40, а в 30 уже оказались дряхлыми стариками. Но это не так. В средней продолжительной жизни, да, была лет 30-40. Но это имея в виду солдат, крестьян, рабов и колоссальную детскую смертность. Но если мы говорим про высшее сословие, про людей, которые хорошо питались, спали в тепле и не работали на износ, то дожить до 70 или 80 среди них не было такой уж и редкостью. Если, например, взять известных греков и римлян, упомянутых в Оксфордском словаре античности, то выяснится, что средняя продолжительность жизни для них составляла 70 лет. И это никого не впечатляло. Бывали среди них и те, кто доживал до 100. Случалось это реже, чем сейчас, но все-таки бывало. Получается удивительная вещь. В современном мире, в городе, мы все не хуже каких-нибудь патрициев и можем спокойно дожить до 70-80. И средняя продолжительность жизни при этом все равно продолжает увеличиваться. А вот максимальную планку мы не отодвинули совсем. Если бы наше увядание зависело только от внешних условий, то наша борьба с болезнями, голодом и тяжелым трудом увеличили бы не только среднюю, но и максимальную продолжительность жизни. И мы бы сейчас наблюдали, как то тут, то там кто-то доживает до 130, 140, 150 лет. Но вместо этого, что в социально развитой Швеции, что в беднейших районах Африки, что и 2000 лет назад, максимальная планка одинакова. Как была она в древнем мире, примерно лет 100, так до сих пор и осталась. И это все камни в теорию накопления повреждений. Надо признать, есть какой-то барьер, какой-то механизм, который просто не дает жить нам дольше. И это уже не эволюционная программа, потому что для такой программы нужен был бы массовый естественный отбор, а массово люди до 100 лет никогда не доживали. Верхняя возрастная планка – это какой-то физиологический феномен. И давайте о нем поговорим. Неподвижность верхней возрастной планки чем-то напоминает ситуацию в современном спорте, где за последние полвека рекорды практически не растут. Это легко объяснимо просто физиологическими ограничениями. Что-то не делай, какие тренировки не внедряй. Ну не будет человек бежать со скоростью 100 км в час и не будет прыгать вверх на 10 метров. Просто потому, что наши кости, мышцы, суставы на это принципиально не рассчитаны. Возможно, то же самое и с продолжительностью жизни. Гигиена, санитария, водопровод, антибиотики – все это убавляло преждевременную смертность. Но вот мы уперлись в биологический предел. Так чем же он обусловлен? В 1961 году профессор Леонард Хейфлик выращивал клетки человека на питательной среде и обратил внимание, что какими бы ни были условия, клетки умирают примерно через 50 делений. Более того, они начинают проявлять признаки старения при приближении к этой границе. Невозможность клетки делиться дальше так и назвали предел Хейфлика. И совсем недавно ученые установили, что связан этот предел с молекулярным устройством наших хромосом. Наша ДНК линейна, а когда клетка делится и ДНК удваивается, ДНК от этого становится короче. Если очень сильно упростить механизм, по которому это происходит, то он будет выглядеть так. Молекулярная машина, которая удваивает ДНК, садится на его кончик, начинает свое движение и делает вторую, точно такую же цепочку. Но эта машина работает передним своим концом. И тот участок, на котором она сидит, тот кончик, где располагается ее зона посадки, она не достраивает. В итоге, каждый раз, когда ДНК делится, каждая новая цепочка получается короче именно на этот участочек. Эти сокращающиеся концевые участки хорошо видны на хромосомах. Они называются таломеры, и да, пока мы взрослеем и стареем, таломеры медленно, но верно сокращаются, примерно на 70 нуклеотидов в год. Когда таломеры заканчиваются, то ДНК больше не может собираться в хромосомы. Это как пластиковый наконечник на концах шнурков, который если сломался, то и шнурки расплетаются. Клетка теряет возможность делиться, организм перестает обновляться, снижается регенерация, мы приближаемся к смерти. Вот он, значит, наш биологический предел. Помимо всех эволюционных программ, помимо накопленных повреждений, у нас еще и ДНК с возрастом короче становится, и это тоже летально. В наших клетках на самом деле есть механизмы, которые таломеры могут достраивать. Таломеразы. И таломеразы эти работают, например, в половых клетках. Именно поэтому дети не рождаются сразу старыми. Их ДНК, хоть и происходит от мамы и папы, но достроено до полной длины. Таломеразы работают и на ранних эмбриональных стадиях, и в наших с вами стволовых клетках. Самое печальное, наконец, они работают также и в клетках рака, что делает опухоль, по сути, бессмертной. Получается, все упирается не в сами таломеры, а в возможность их достраивать в нужное время, в нужном месте. И тут, конечно же, землекопы нас опять перещеголяли. Гены, ответственные за достраивание таломер, у голого землекопа работают в течение всей жизни, как у какого-нибудь эмбриона. В итоге его ДНК не сокращается. Есть даже интересное предположение, что голый землекоп – это неотоническая форма. То есть, он не взрослеет, а всю жизнь находится в состоянии эмбриона-переростка. Некоторые детские черты голого землекопа заметны сразу. Мелкие по сравнению с даже мышами размеры тела, безволосость. Маленькие мышата выглядят точно так же, но голый землекоп остается таким на всю жизнь. Еще у голого землекопа отсутствуют ушные раковины и мошонка. И то, и другое у мышей развивается примерно к трехнедельному возрасту. Другие детские черты обнаруживаются на клеточном и молекулярном уровне. Например, нейроны головного мозга землекопа устойчивы к кислородному голоданию. У новорожденных млекопитающих это тоже частая характеристика, ведь эта способность позволяет не задохнуться во время родов. Но у всех это исчезает с возрастом, а у голого землекопа сохраняется на всю жизнь. В работе мозга землекопа обнаружены и другие эмбриональные признаки. Например, активное деление нервных клеток и сохранение высокой степени пластичности. Отчасти именно этим и объясняется устойчивость землекопов к нейродегенеративным заболеваниям. Активное изучение голого землекопа продолжается. Ну а мы давайте скажем, что он не единственный такой, возможно, бессмертный обитатель нашей планеты. Наряду с ним есть и другие, чьи ткани и органы активно обновляются за счет большого количества стволовых клеток. Это ниши беспозвоночные, всякие актинии и пресноводные гидры. Потенциально бессмертной считается и медуза Теридопсис дорния, которая может в любой момент своей жизни омолодиться. Под действием совершенно разных факторов она может вернуться, грубо говоря, на шаг назад в своем развитии. И из половозрелой, свободно плавающей, стать снова прикрепленным ко дну гидроидным полипам. Но голый землекоп единственный долгожитель среди млекопитающих. И именно он максимально близок к человеку среди всех бессмертных, которых мы знаем. Итак, причины старения или комплекс этих причин во многом остаются для нас загадкой. Но что мы можем сказать совершенно точно, так это что поломки так или иначе накапливаются и теломеры так или иначе сокращаются. Логично, что на основе этих двух механизмов существует два основных направления в борьбе со старением. Первый подход заключается в увеличении длины теломер. Логично, если теломеры это такие часы обратного отчета, ну так давайте их бесконечно подкручивать. Здесь есть некоторые успехи, но практически значимых результатов пока нет. Мыши, которым теломеры увеличили искусственно, к сожалению, в продолжительности жизни не прибавили. Еще одна проблема – укорачивающиеся теломеры и следующая за их исчерпанием клеточная гибель – это механизм, который не дает жить старым поврежденным клеткам. Если мы такие клетки насильно сохраняем, то очень велика вероятность, что они станут раковыми. Но и здесь не без энтузиастов. Есть, например, такая Элизабет Перриш, глава компании BioViva. В 2015 году, по словам самой Элизабет, в частной клинике она ввела себе генетический вектор, несущий ген теломеразы. И после этого, еще через пару лет, вышла статья, в которой утверждалось, что теломеры Элизабет удлинились на 33%. Научное сообщество принимает эти исследования весьма прохладно, так как кроме самой Элизабет, ее теломеры больше никто не видел. С другой стороны, что нам стоит подождать лет 20-30 и посмотреть, что с ней будет тогда, вдруг действительно сработало? Другой подход можно назвать отечественным. Академик Владимир Скулачев, например, полагал, что старение вызвано прежде всего повреждением от активных форм кислорода, то есть от окислительного стресса. Именно поэтому он долгое время вместе со своей командой разрабатывал антиоксиданты направленного действия. То есть молекулы, способные дойти до внутриклеточных митохондрий, органелл, где активных форм кислорода выделяется больше всего, и бороться со свободными радикалами именно там, в эпицентре. Принцип несложный. Антиоксидант подвешивается на заряженную молекулу, которую буквально засасывает в место с противоположным зарядом. И на основе этого принципа уже созданы и выпущены на рынок капли, которые прям так и называются ионы Скулачева. Но пока это всего лишь глазные капли. Так или иначе мы можем сказать, что старение принципиально не предопределено. Это механизм, который по-разному работает у разных животных в зависимости от их образа жизни. И вот, например, у эо-социального землекопа вообще выключено. Кто-то из вас может подумать, что вот люди, например, мы, конечно, не эо-социальный, у нас нет какого-то одного единственного размножающегося короля, королевы или президента. Но у нас есть социально развитые связи. И для общества в целом старение свою роль уже утратило. Вы будете правы. На самом деле, эта тенденция начала проявляться достаточно давно. И человечество, как вид, выбрало такую стратегию размножения, которая заточена именно под максимальную продолжительность жизни. Глобально таких стратегий размножения всего две. R и K стратегии. Первая из них, R, построена на принципе «количество важнее качества». То есть принцип этой стратегии – максимально низкая ценность каждой отдельно взятой особи. Она характерна для всевозможных маленьких грызунов, зайчиков и птичек. И построена на том, что рождается их всегда сразу много. Родители времени и сил на свой выводок не тратят. Все это им компенсирует врожденные инстинкты. То есть врожденные программы, как вообще надо выживать. Другая стратегия, K, построена ровно на обратном принципе. Она характерна для животных с большой биомассой. Всевозможных китов, слонов, лошадей, дельфинов и так далее. При этом у таких животных очень мало потомков и рождаются они без инстинктов. Родители тратят на них много времени, сил, внимания, потому что всему их приходится обучать буквально с нуля. В итоге ценность каждой отдельно взятой особи колоссальна. Нам можно сказать повезло, потому что приматы сосредоточились как раз на качестве. Маленькие обезьянки рождаются без умения добывать себе пищу. Без знания того, что им кушать можно, а что нельзя, даже без умения размножаться. Если более взрослые особи эти навыки им не передадут, то обезьянка просто умирает. В целом по биомассе человек не очень большой, но нам крайне повезло, что наши далекие предки отбросили инстинкты и стали всему обучаться с нуля. Прежде всего, именно поэтому отбором сохранялись только самые умные и легко обучающиеся особи, и это сформировало наш сложный мозг. Во-вторых, это привело к тому, что людей можно причислить к долгожителям среди животных. Да, пожилая особь уже не размножается. Она не способна сама себя прокормить или защитить. Большинство видов именно поэтому от них и избавляется. Но для приматов, а позже и для человека, такие особи стали представлять собой наибольшую ценность. Потому что именно они накапливают знания и передают навыки молодняку. И чем дольше живет особь, тем больше знаний и навыков накапливает популяция, и тем более жизнеспособной она становится. В результате начинается отбор именно на долгожительство. И вдумайтесь, эта стратегия у людей стала настолько успешна, что мы стали в долгожительстве обгонять многих животных крупнее себя. Да, у людей гораздо меньше потомков, чем должно быть у млекопитающего нашего размера. Но и живем мы гораздо дольше, чем млекопитающее такого размера должно жить. Какая-нибудь лошадь, не глупая, кстати, тоже животное, в 5 раз крупнее человека. Но при этом детенышей у нее больше, а продолжительность жизни меньше. Более того, мы обогнали в продолжительности жизни уже слонов, которые доживают до 40. И сейчас соревнуемся с китами, доживающими до 100 лет. Тут надо сказать, что механизмы отбора в современном мире продолжают работать. Люди заводят детей все позже. И можно предположить, что даже если ученые ничего не сделают с проблемой старения как таковой, наша продолжительность жизни как вида все равно будет продолжать увеличиваться. Кстати говоря, продолжительность жизни для себя лично можно поднять уже сейчас, не дожидаясь смены поколений. Множество исследований показывает прямую связь между умственной активностью и продолжительностью жизни. Так, например, дольше всех профессий живут ученые и университетские профессора. Подолгу живут музыканты, если они продолжают выступать. Но это не считая рокеров. Также долго, говорят, живут и руководители. Есть даже наблюдение, которое пока еще не подтвердили, но лично мне оно очень нравится. Оно о том, что какой-то внутренний механизм продления жизни включается в нас, когда нас окружает и активно слушает молодежь. Это сложно доказать, но об этом говорит статистика, в том числе и о университетских профессорах. Поэтому на всякий случай прервитесь и позвоните бабушке уже сейчас. А на сегодня все. Меня по-прежнему зовут Егор. До встречи здесь на ютубе или на лекциях Левел Ван. Субтитры создавал DimaTorzok Я тоже такoniada. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...